Когда-то жила на свете маленькая девочка, и звали её Хайди. Родители Хайди умерли, и о ней заботилась тётушка. Но однажды тётушке пришлось отвезти девочку к дедушке в его маленький домик в горах. Дедушка Альм был угрюмым стариком, жившим в маленькой хижине в Альпах. Хайди раньше никогда не видела своего дедушку. Тётушка Хайди нашла работу в другом городе. Она оставила на время девочку с дедом и уехала. Дедушка Альм привык жить один, вдалеке от людей. Он был очень рад, что его внучка была рядом, но не знал, как это показать. Старик обустроил для неё маленькую кроватку на чердаке. Хайди полюбила дедушку с первого взгляда. Для неё началась прекрасная жизнь в горах. На следующий день после приезда девочка познакомилась с дедушкиным огромным псом Джозефом. Хайди полюбила Джозефа. А в один из дней, гуляя по холмам, она встретила пастуха Петера, который пас овец на лугу. Петер стал брать Хайди с собой, и они вместе пасли кос на лугах и гуляли в горах. Всё было таким новым и увлекательным для Хайди. Благодаря Петеру она многое узнала о пастушьем ремесле. Дедушка Альм очень любил Хайди, хотя и не умел этого сказать. Бегая по полям и веселясь целыми днями, Хайди чувствовала себя по-настоящему счастливой. В то же время она никогда не забывала о дедушке и во всём помогала ему по дому. Одним из её любимых дел было печь маленький хлеб в дедушкиной дровяной печке. Она приносила хлеб, который пекла сама, маме Петера. А мама Петера взамен давала ей свежее козье молоко. Кончилось лето, пришла зима, Петер начал ходить в школу. И Хайди осталась одна. Ей стало скучно. Она очень расстроилась, что была слишком мала для школы. Как раз в это время тётушка Хайди вернулась за девочкой, чтобы забрать её в город. Она хотела работать и одновременно обучать её дома. Дедушка Альм поначалу очень расстроился, но подумав, понял, что для Хайди будет лучше поехать в город, научиться там читать и писать. Но я хочу жить здесь! Я люблю дедушку! Возмущалась Хайди. Тётушка пообещала скоро вернуть её в горы. И только при таком условии Хайди поехала с ней. Тётя и Хайди отправились в долгий путь на поезде. И, наконец, приехали в большой дом. Какой большой дом? Я останусь здесь? В доме Хайди встретила девочку Клару. Клара не могла ходить из-за аварии, которую пережила в раннем детстве. Тётушка привела Хайди в этот дом, чтобы она составила Кларе компанию. Клара и Хайди хорошо поладили и стали настоящими друзьями. Не зная ничего о городской жизни, Хайди смешила Клару своими глупыми ошибками. Бабушка Клары была очень строгая и жёсткая леди. Вставай, ленивая девчонка! Пора учиться! Тебе надо многому научиться! Она собиралась научить Хайди многому. Сидеть и стоять, и правильно использовать нож и вилку за столом. Хайди даже одевалась отныне так же, как городские дети. Но ей было так неуютно в этих платьях. Клара помогла Хайди научиться читать и писать. Девочке нравилось всё вокруг. И Клара, но она слишком сильно скучала по горам. И дедушке. Вскоре из-за своей печали Хайди даже перестала есть. Её сердце совсем истосковалось. Бабушка и отец Клары поняли, отчего грустит Хайди. И, наконец, решили отправить её обратно. К дедушке. Клара очень расстроилась из-за того, что Хайди должна была уехать. «Любить кого-то по-настоящему – это значит желать ему счастья!» Сказала бабушка. И вот наступила пора прощаться. Тётушка пообещала Кларе, что она сможет приехать к Хайди в горы, погостить на следующий год. Хайди была счастлива вернуться на лоноприроды. Прежде чем побежать в домик к дедушке, она остановилась у дома Петера и передала бабушке Петера хлеб от Клары. Оставив там же своё нарядное городское платье, она помчалась домой и обняла дедушку так крепко, как только могла. Она была счастлива. Но ещё счастливее она стала, получив письмо, в котором было написано, что Клара собирается её скоро навестить. Когда Клара приехала в Альпы, она очень полюбила Петера. Но Петер немного насторожился. Он боялся, что Хайди уедет вместе с Кларой обратно в город. Клара, Петер и Хайди много гуляли по холмам. Свежий горный воздух и натуральная еда пошли на пользу Кларе. Но Петер всё сильнее ревновал Хайди из-за её близкой дружбы с Кларой. Ещё Петеру ужасно не нравилось усаживать Клару в инвалидную коляску и катать её повсюду. И вот однажды Петер сбросил инвалидную коляску Клары с утёса. Он подумал, что это решит все проблемы. Но вышло так, что без инвалидной коляски и благодаря свежему горному воздуху Клара стала намного сильнее. И она даже начала медленно передвигаться при помощи Хайди. А через некоторое время стала делать шаги самостоятельно. Я могу ходить! Хайди! Хайди! Это всё благодаря тебе! Однажды отец и бабушка Клары приехали, чтобы навестить детей. И когда они увидели, что Клара ходит, они не поверили своим глазам. Они от души поблагодарили Альма и Хайди. И в этот момент Петеру стало действительно стыдно за свой поступок. Он признался, что это он сбросил коляску Клары со скалы. Простите меня, пожалуйста! То, что я сделал, это очень плохо! Мы прощаем тебя, правда, Клара? Мы так счастливы, что Клара теперь ходит! Все радостно засмеялись. Клара и её семья пообещали обязательно вернуться следующим летом. И счастливая дружба детей сохранилась на всю жизнь. Давным-давно жили на свете муж и жена. Они очень мечтали о ребёнке, но ребёнок так и не появлялся. Однажды жена сходила к старой ведьме и сказала ей, что мечтает о ребёнке. Не переживай. Если есть желание, появится и возможность. Возьми это семечко. Посади его в горшок и удивишься результату. Женщина очень обрадовалась и горячо поблагодарила ведьму, отдав ей все свои деньги. Затем она вернулась домой и посадила семечко в горшок. Женщина стала терпеливо ждать. Вскоре в горшке вырос цветок, похожий на тюльпан, но лепестки его всё не раскрывались. «Какой прекрасный цветок!» подумала женщина и поцеловала лепестки цветка один за другим. И тут цветок распустился, и внутри него оказалась маленькая девочка. Не веря своим глазам, женщина взяла крохотную девочку и положила себе на ладонь. «Какая же ты маленькая! Не больше дюйма! Я назову тебя Дюймовочкой!» Женщина сделала для Дюймовочки люльку из скорлупы грецкого ореха. Она устлала дно скорлупки листиком фиалки, а одеялом для малышки стал лепесток розы. Дюймовочка быстро привыкла к своему новому дому. Ночью она спала в своей крошечной люльке, а днём играла на столе и пела песенки. Однажды ночью уродливый господин Жаба появился у окна дома. Он увидел маленькую девочку, спящую в скорлупке грецкого ореха. «Что это за прелестное дитя? Ты станешь отличной подругой для моего сына!» Господин Жаба быстро схватил скорлупку и спрыгнул с окна. Прямо рядом с домом было болото. Здесь и жил уродливый господин Жаба со своим сыном. Сын был так же некрасив, как и его отец. Когда он увидел маленькую девочку, от радости он заквакал так громко, как только мог. «Квак! Квак!» «Перестань квакать!» «Ты разбудишь девочку!» «Она испугается и сбежит!» «Квак!» Господин Жаба с сыном решили обустроить для девочки местечко, где она будет жить. У отца Жабы появилась отличная идея. «Ква! Ква!» «Давай поселим девочку в одной из лилий!» «Она будет окружена водой и не сможет сбежать!» «Ква!» Так и было сделано. Утром дюймовочку разбудил лучик солнца. Проснувшись, она увидела, что не дома, а вокруг нее вода. Девочка испугалась и заплакала. «Где я?» Тут, перед дюймовочкой, явился господин Жаба со своим сыном. «Вот твой новый друг! Я сейчас готовлю прекрасный новый дом для тебя на самой глубине болота!» Отец и сын забрали люльку дюймовочки и уплыли, оставив ее на листке лилии в одиночестве. Как раз в этот момент мимо проплывали красные рыбки. Они услышали слова господина Жабы и не могли смириться с тем, что уродливая болотная жаба обидела такую милую маленькую девочку. «Не беспокойся, малышка! Мы спасем тебя!» Все вместе они перекусили стебель листка лилии, на котором сидела дюймовочка. Листок поплыл по течению вместе с ней. Пока девочка плыла, ее провожали взглядом птицы на ветвях деревьев. Они смотрели на нее с восхищением и весело щебетали. «Как же она прекрасна и мила!» Она плыла все дальше и дальше. И вдруг большой майский жук схватил и унес ее в небо. Вместе с дюймовочкой жук приземлился на ветке дерева. Дюймовочка ужасно испугалась, оказавшись так высоко над землей. «Кто ты такой? И зачем принес меня сюда?» «Я майский жук. Я никогда не видел такого милого жучка, как ты». Через некоторое время остальные майские жуки прилетели посмотреть на дюймовочку. Все они очень позавидовали ее красоте, но старались не подавать вида. «Какое это смешное создание». «Ах, какая уродливая!» «Какая худая!» «У нее даже крыльев нет!» «Ну что ж, ты можешь отправляться на все четыре стороны». Дюймовочка все лето провела в одиночестве. Она преодолевала голод и жажду, напиваясь водицей из цветочных бутонов. Прошло немало времени и погода начала портиться. У дюймовочки не было зимнего наряда и она стала мерзнуть. Она отправилась куда глаза глядят, пробираясь сквозь пожелтевшую траву и через некоторое время набрела на норку полевой мыши. Изнывая от голода и потеряв надежду найти в поле еду, дюймовочка постучала в дверь и попросила о ячменном зернышке. Добросердечная полевая мышь позволила дюймовочке войти. Девочка вошла в теплую норку и отведала еды, которую мышь дала ей. Полевой мыше очень понравилась дюймовочка. «Если ты будешь каждый день рассказывать мне истории, я разрешу тебе остаться у меня до конца зимы». С большой благодарностью дюймовочка приняла приглашение мыши. «Сегодня ко мне зайдет мой сосед. Он богаче, чем я. Если ты пойдешь с ним, заживешь припеваючи, но имей в виду, у него очень плохое зрение. Тебе нужно будет всего лишь рассказать твои лучшие сказки, и он навсегда заберет тебя к себе в нору». Вскоре к полевой мыши действительно явился гость. Им оказался крот. Дюймовочке не понравился крот, но она не хотела разочаровывать полевую мышь и согласилась спеть для него песню. «Божья коровка, полетай на небко, завтра твоя свадьба, мама купит платье». Даже будучи слепым, крот понял, что дюймовочка очень мила и решил забрать ее к себе домой. «Я пришел сюда, прорыв тоннель прямо из своей норы. Если хочешь, мы можем пойти этим же путем, и я покажу тебе свой дом». Дюймовочка остановилась в нерешительности, но увидев, что полевая мышь одобряет предложение крота, согласилась отправиться с ним. Втроем они пустились в путь и по дороге увидели голубку, лежащую в тоннеле без чувств. У голубки было повреждено крыло. «Этой птицы не было здесь. Наверное, она упала сюда через отверстие в крыше тоннеля». Дюймовочка всей душой пожалела голубку и захотела помочь ей. Незаметно для крота и полевой мыши она вернулась к птице и поцеловала ее. «Эта птичка могла быть одной из тех, что щебетали над моей головой летом, поднимая мне настроение». «Дюймовочка, мы ждем тебя». Той ночью девочка не могла уснуть. Она связала из соломы теплый плед для голубки и укрыла ее. Затем она взяла листик мяты, которым укрывалась сама, и положила его на лоб птице. «Пожалуйста, выздоравливай». На следующий день Дюймовочка снова пришла в тоннель проведать голубку. Она увидела, что глаза ее открыты. «Я не знаю, как благодарить тебя, дорогая Дюймовочка. Ты так заботилась обо мне. Теперь я быстро поправлюсь. Когда я выздоровлю, я смогу отправиться в теплые страны». «Да, но сейчас снаружи очень холодно, поэтому отдыхай в своей теплой постельке». Дюймовочка принесла голубке воды в листочке и помогла ей выпить ее. Голубка начала выбираться из тоннеля, чтобы полетать, но была не так быстра, как ее подруги. И однажды Дюймовочка услышала, как та упала, повредив крыло об дерево. Прошло еще какое-то время. Наступила весна, и солнце начало снова согревать землю. Голубка решила, что наступила пора прощаться с Дюймовочкой. «Может быть, ты отправишься в лес вместе со мной?» «Я бы хотела отправиться с тобой, но моя подруга, полевая мышь, я не могу оставить ее». «Ну, тогда прощай, Дюймовочка, может быть, однажды мы встретимся вновь?» С глазами полными слез Дюймовочка смотрела на улетавшую в небеса голубку. А вскоре у Дюймовочки появился повод для волнений. «Уважаемый господин Крот решил жениться на тебе? Настало время подобрать для тебя прекрасный свадебный наряд». «Мы будем жить с тобой под землей, Дюймовочка. Будь готова к этому». Прежде чем поселиться под землей, где было холодно и темно, Дюймовочка выбралась в последний раз на поверхность, чтобы увидеть солнце. Она уже собиралась зайти в нору, когда прямо над ее головой послышался знакомый птичий щебет. И посмотрев в небо, Дюймовочка увидела свою любимую голубку. Девочка рассказала голубке, что вынуждена выйти замуж за крота и что будет отныне жить под землей, не видя солнечного света. «Скоро наступит зима, и мы собираемся улететь в теплые страны. Давай отправимся туда вместе. Ты спасла мне жизнь. Я хочу ответить тебе добром». На этот раз Дюймовочка приняла приглашение голубки. Они полетели над лесами, морями и горами, покрытыми снежными шапками. И наконец прилетели в теплые края. Вокруг были волшебные пейзажи. Солнце светило так ярко, и лазурное небо сияло над головой Дюймовочки. «Здесь мой дом. Выбери цветок себе по душе». «Как они все прекрасны!» Голубка опустила Дюймовочку на один из прекрасных цветков. Девочка была счастлива и упоенно любовалась всей этой красотой. Она была околдована ароматами цветов, солнечным светом и теплым ветерком. Вдруг она увидела в цветке крохотного эльфа. Он весь светился в лучах солнца. Оказалось, что в каждом цветке жил эльф. Эльф был не выше пальца, и за спиной у него сверкали крохотные крылышки, а на голове сияла золотая корона. Прекрасный эльф никогда не видел девушки такой же маленькой, каким был он сам. «Как тебя зовут, прекрасная девушка?» «Меня зовут Дюймовочка!» Эльф снял золотую корону со своей головы и надел ее на голову Дюймовочке. «Если ты выйдешь за меня замуж, ты станешь королевой всех этих цветов и будешь счастлива!» После всех своих злоключений Дюймовочка была счастлива услышать такое предложение от очаровательного принца. Она с радостью согласилась. Эльф взял Дюймовочку за руку и в тот же миг за спиной у нее появилось два крыла. Теперь она стала королевой эльфов. И с тех пор они жили долго и счастлива! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok